Пора постепенно мою новую гортензию Endless Summer, крупнолистную, готовить к зиме. Я такая хитрая, что решила верхушечные черенки срезать и попытаться их укоренить в зимнем саду, как раз в зимний период. Поэтому я череночки верхушечные, самые перспективные, с нее посрезаю. Буду делать это с нескольких побегов. Вот, листья самые зеленые возьмем. Теперь нужно проделать еще одну процедуру. Дело в том, что гортензию придется укрывать, поэтому листья постепенно нужно срезать. Не все, но хотя бы 50% листьев с растения. Черешки лучше оставлять, потому что в пазухах будут образовываться цветочные почки. Чтобы их не задеть, мы их, соответственно, оставляем и не трогаем. Они сами опадут. В общем, сейчас мы удаляем 50% листьев. Через недельку можно еще 25. Через недельку еще 25. И так вот постепенно она у нас с вами оказывается голенькая. Так же, как розы голыми уходят в зиму под укрытие. Тоже мы будем с вами делать из гортензии. Когда мой кустик значительным образом передел, нужно проделать еще очень важную процедуру, которую нужно делать по осени. Мы рассыпаем в приствольном круге коллоидную серу. Обычно на один квадратный метр мы сыпем 50 граммов. Это спичечный коробок. Эту процедуру нужно проделать перед зимой абсолютно со всеми растениями, которые любят кислинку. Это у нас рододендроны, азалии, голубики, клюква. Все ацедофилы. Именно так за зимний период, впитавшись, коллоидная сера кислую реакцию грунту придаст. Сера не должна касаться веточек, только по земле. Сосновые ветки – самая лучшая мульча для рододендронов, гортензий и всех ацедофилов. Ну вот, уже некоторые мероприятия по подготовке к зиме нашей любимой гортензии крупнолистной проведены. В следующий раз мы будем с вами еще удалять листья и ее уже укрывать на зиму конкретно. Но об этом вы увидите позже. Продолжение следует...